И снова всем welcome! Это снова я, Дэн Джи Пи. Давненько у нас не было видосиков, и сегодня я решил рассказать про то, как же празднуют Новый Год в Японии. Ответ – никак. И на этом можно было бы закончить видео, но я немного расскажу более подробно о том, как же все-таки люди проводят новогодние праздники в Японии. Начнем с того, что Новый Год в Японии, он дает несколько дней выходных, и там существует несколько видов праздников. Например, для начала японцы отмечают Рождество по католическому календарю, которое идет 24 на 25 декабря, и обычно они встречают ее со своей семьей, то есть с тем, с кем они живут. После того, как они отметили, наступают новогодние праздники. Это примерно с 29-30 числа по 4-5 января. И на эти праздники обычно все японцы уезжают либо к себе домой, к родителям, и отмечают там, ну, либо же они остаются в городе и как-то проводят свое время. Прожив здесь достаточно большое количество времени, а именно почти 9 лет, я могу сказать, что в Японии не очень отмечают Новый Год, как по мне. Что я имею в виду? То, что японцы обычно на Новый Год ходят в храмы, а в храмах обычно там большие очереди, где-то человек по 2-3 тысячи, это если большой храм. Если небольшой храм, то там поменьше, но зависит от места жительства. Но в Токио примерно все одинаково, то есть очень длинная, большая очередь. Люди стоят в ней по несколько часов, чтобы попасть в храм и помолиться. Это происходит до Нового Года, до наступления 12 часов. После, когда они сходили в храм, они едут, например, ну, либо в какое-нибудь кафе, либо же встречают его просто дома, приезжают домой, покупают какие-то, ну, там, выпивку, там, закуска, чипсы какие-нибудь и все. На этом празднование Нового Года в Японии заканчивается. Я ездил несколько раз в места, там, где, ну, такие людные места, где побольше народа, чтобы посмотреть, как же все-таки отмечают. Ну, вот на примере моего предыдущего видео, которое есть в ссылке в описании, там, где обратный отчет, в Якогами, есть такое колесо огромное. На нем есть часы из подсветки сделанные. И когда наступает 12, там есть отчет, то есть японцы стоят, так же все считают там до нуля. Да, и после этого все, Новый Год наступил, и либо расходятся по домам, либо же идут в кафе. Ну, мы на нашем примере вот с друзьями японцами пошли в кафе, посидели там немного. Обычно это какое-нибудь недорогое кафе, круглосуточное, типа Сайдзерри или еще что-нибудь там. Посидели, покушали, выпили немного и разъехались по домам. Там поезда в эту ночь ходят допоздна, ну, где-то до трех, до четырех утра ходят. Потом они, ну, останавливаются, и там перерыв до, где-то до семи, до шести, до семи утра идет. После этого опять возобновляется сообщение. В нашем понятии, как вот мы привыкли отпраздновать в Японии, такого нет. То есть люди не ходят на улицы, не поздравляют друг друга с Новым Годом, не взрывают какие-то хлопушки или какие-то фейерверки, то есть вот ракетницы, такого здесь нет. То есть в Японии есть отдельное время для фейерверков, это ханаби. Люди собираются, идут с фейерверками, взрывают их там где-нибудь на улице, перед домом. Но на Новый Год такого нет. Снега нету на улице. Как вы можете видеть, сейчас декабрь месяц, также снега нету, и никаких вам зимних развлечений в городе быть не может. Ни снеговиков, ни горок снежных. Если хотите там куда-нибудь отдохнуть, сидеть, где есть снег, это надо в горы на север или же на северо-запад. Там будут горы от Токио, я имею в виду. И там можно отдохнуть в Токио уже, никаких зимних развлечений нет. Ну если только каток, ну каток крытый такой, то есть не открытый. Что еще есть еще из таких вот принципиальных вещей, которые в Японии есть? Также они любят встречать Новый Год, вот в кафе, как я уже говорил, посидеть. А после этого едут на какую-нибудь смотровую площадку, типа открытый на горе. И стоят, ждут восход солнца. Обычно восход где-то в 4.30, где-то так, около 5 утра. А вот до 5 утра они там стоят, ждут. Вот они увидели восход солнца. То есть если по японскому поверью, если вы встречаете Новый Год и видите вот эти первые лучи восходящего солнца, то вам весь год будет сопутствовать удача. И многие следуют этому, этой традиции и ездят вот на смотровой площадке, встречают там солнце поутру на 1 января. После этого едут домой, отдыхают, отсыпаются. И до примерно с 1 по 4, ну, многие уезжают к родителям домой и там отмечают, ну, продолжают отмечать Новый Год. Как я уже говорил, в Японии, ну, как такового отмечания нет, но это лишний повод просто собраться с семьей и где-то отдохнуть. Также привозят с собой рисовую муку специально для того, чтобы делать мочи. Это такие рисовые лепешки, безвкусные, могу сказать, потому что туда надо добавлять какой-нибудь сладкий соус, а потом... Но изначально оно безвкусное, поэтому, если кто-то пробовал, я думаю, они знают. Такие белые шарики, либо просто лепешки делают и кушают их на 1 января. Ну, изначально, конечно, они их и делают сами. То есть, если у родителей есть вот эти ступы, в которых можно молотками отбивать это тесто, то они также это отбивают, также делают сами своими руками это тесто и готовят сами. Ну, а после это переходит в обычную, скажем так, гулянку. То есть, люди просто собираются за столом, там какие-то закуски, выпивка, та же самая там саке, пиво, но обычно пиво. И, возможно, какой-нибудь, ну, может быть, это глинтвейн. Но это в последнее время пошло, обычно там саке или пиво. И вот так примерно люди отмечают в Японии Новый год и католическое Рождество. Христианское Рождество они совсем не отмечают, то есть, на 7 число, с 6 на 7 января они не собираются нигде, ни дома, нигде. Они не отмечают. В Японии в основном используется католический календар, католические праздники какие-то. Ну, в частности, вот Рождество. Другие особо они тоже не соблюдают, типа там как Пасха, еще что-то такого нет в Японии. Те, кто приедут в Японию первый раз, я думаю, будут немного удивлены о том, как вот они отмечают и что люди делают на Новый год. Поэтому не ждите от японцев какой-то инициативы, например, пойти в новогоднюю ночь, куда-то там отдохнуть или еще что-то. Обычно все люди уже, ну, все расписывают заранее. И если вы это не сделали до этого, ну, за месяц, за два, не договорились ни с кем, то вряд ли вам получится собрать людей, чтобы куда-нибудь сходить отдохнуть. А если же вы хотите отпраздновать, ну, как вы привыкли в России, то тогда вам нужно найти либо русских друзей, либо самим все организовать. И можете показать японцам, как это празднуется в России или же в вашей стране, например, в странах СНГ. Показать, как вы отмечаете, сказать вам, что обычно делают, там, какие салаты, какие там блюда. Вот, например, я отмечаю, как я привык отмечать всегда в России. То есть это обязательно какие-то салатики. Оливье, крабовый салат, может быть, селедка под шубой, если селедку удастся найти в магазинах. А из основных блюд это картошка, запеченная с курицей. Возможно, индейка, но индейка, как бы, она редкая в Японии, поэтому скорее курица. Либо, как вариант, если есть желание, то можно приготовить шашлыки недалеко от дома, в каком-нибудь там небольшом месте, где открытая площадка, например, у реки. Или же, если у вас есть там пустырь какой-нибудь небольшой, то прямо на пустыре можно это сделать. Также, если вы хотите отпраздновать Новый год, вы привыкли покупать шампанское, то в Японии, благо, этого дела навалом. Особенно в этих магазинах недорогих, типа Гёма Супа, там этого шампанского просто завались. И недорогое. Что розовое, что обычное, что брют. Через интернет можете заказать, либо же приехать в магазин и купить его. И я вам рекомендую, обязательно попробуйте любое шампанское, которое вы в России не могли себе позволить. В Японии оно стоит недорого, и можно себе позволить купить, ну, к примеру, бутылка шампанского, чтобы не соврать, где-то 500-600 йен стоит. Это, я имею в виду, хорошего шампанского. Где-то это на рублей, ну, рублей 400, наверное, где-то так будет. По японским меркам это недорого. В этом году это будет заключительное видео. Следующие видео выйдут в следующем году. И хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Пожелать вам здоровья, успехов, благополучия, много денег. Чтобы у вас всё получилось, что вы наметили. И вам всегда сопутствовал успех во всех ваших делах. И также надеюсь, что ситуация, сами знаете, чем в мире изменится, и, наконец, откроет границы, и мы сможем спокойно перемещаться и посещать родных, близких, и встречаться с друзьями без всяких проблем. Самое главное – здоровье. И если вы будете здоровы, всё остальное сможете себе позволить. При желании, усердии и целеустремлённости. Ну, вот и всё, что я хотел сегодня вам рассказать. С вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Счастливого Рождества и Нового года. И увидимся с вами в следующем году. Ну, всё. До связи. Счастливого Рождества и Нового года. Продолжение следует...